Здравствуйте! Я профессор Казанского федерального университета Юлия Валентиновна Андреева, медиапсихолог, сценарист, писатель. И я сегодня хотела бы с вами поговорить о, мне кажется, очень интересной теме о истории, нарративе или стори-теллинге, о тех методах управления информационным пространством, которые сегодня становятся все более интересны, актуальны. И мы много говорим о том, что стори-теллинг в продажах, в продвижении, в продвижении личного бренда. Это очень интересная технология. Мы сегодня попробуем поговорить о стори-теллинге с точки зрения личных историй и психологии саморазвития. История – это всегда отражение какой-то внутренней картины мира создателя, автора этой истории. Оскар Уальд говорил портрет автора в его творении. Невозможно себе представить историю без понимания того, в каком мире жил автор, что его волновало, какая тема, какие проблемы, с какими историями он встречался. Если вспомним сказки Андерсона, то перед нами сразу встанет такой страдающий, лишенный любви, одинокий, но очень глубокий духовный человек. И также можно рассказать, вспомнив мифы Древней Греции, когда мы из этих легенд можем сложить, составить представление о том, в каких системах добра и зла жили люди того времени, что их волновало, что их беспокоило и о чем они мечтали. Джон Кэмпбелл – автор такой сценарной структуры, которая называется «Путь героя». И это сегодня уже структура, она становится очень популярной, очень много о ней говорят, потому что это одна из действительно, но основных, можно сказать, моделей того, как создается стори-теллинг, создается история в современном пространстве, «Путь героя». Она рассказывает о том, что герой идет на протяжении нескольких, у Джона Кэмпбелла это 12 или 18 шагов, выходит в зону неизвестности, преодолевает трудности, встречается сам с собой, с искушениями и возвращается в свой мир, но получая какой-то уникальный, удивительный опыт вот этого путешествия, вот этого странствия, где он преодолевает сложности, ищет новые стратегии. И на самом деле эту сценарную структуру можно заимствовать в работе психолога, когда мы наблюдаем за тем, как человек живет свою жизнь и осознает свое авторство в создании личных историй. Личный бренд и стори-теллинг. Это очень интересная тема для размышления. Рассказывая о себе, и сегодня популярен стори-теллинг в стиле TED, когда какие-то даже продающие истории, вдохновляющие истории, мотивирующие истории рассказываются через историю своей судьбы с такой достаточно высокой долей откровенности. А можно сказать, что личный бренд – это вообще рассказ большому миру с помощью каких-то информационных стратегий, рассказ о себе. Но здесь удивительно, что нельзя сказать, что быть равно казаться. Мы всегда хотим казаться немножко лучше, чем есть, может быть, на самом деле. Может быть, что-то откровенное и сокровенное, не передавая большому миру. И здесь немножко так прикрываясь, как зонтиком, какими-то красивыми историями, историями вдохновляющими. В психологии есть понятие конгруентности, когда вербальное не соответствует или немножко искажено невербальными паттернами. Чтобы было понятно, вербальное – это пространство смыслов, пространство содержания. Невербальное – это то, как мы упаковываем передачу информации с помощью жестов, мимики, ритма, тембра голоса и других каких-то мелких или крупных, но таких как будто бы необязательных моментов, из которых на самом деле складывается эмоциональный фон передачи информации. Всегда ли, когда мы упаковываем информацию о себе, эта информация будет конгруентна? Вот на этом слайде я специально подобрала картинку, где такая эклектика, да, глаза одни, волосы другие. Получается так, что рассказывая о себе с помощью каких-то прямого какого-то изложения, как раньше это было, с помощью рекламных, может быть, призывов, это сегодня просто невозможно, потому что для того, чтобы эта информация была конгруентна, ее нужно пропустить через себя и рассказать хотя бы немножко, но открыв какой-то занавес своей личной истории, рассказать, пропустить эту историю через себя, и тогда эта история будет восприниматься конгруентно, с большим доверием, с большим каким-то участием и приобщением, может быть, вот к этой истории и к тому, для чего это сделано. Поэтому в любом случае личный бренд, мы сегодня, создавая личный бренд, мы опираемся на технологии стори-тейлинга. И, может быть, именно поэтому разговор об этом сегодня будет вам интересен и важен. Нарративный подход психологии – это один из самых молодых и самых необычных подходов. На самом деле этому подходу всего лишь, можно сказать, лет 40, не больше. И он рождается фактически у нас на глазах. Нарративный подход – это некий целостный смысл, который передает история, где можно расшифровать то, как он создается, кем он создается, для чего. То есть мы сейчас с вами порассуждаем о том, как можем, любую ли историю можно считать нарративом, каким-то целостным, таким завершенным произведением. Так вот, если возвращаться к психологии, то нарративный подход психологии был разработан несколькими авторами. И они, как такой некой косичкой, друг друга дополняли и подкидывали масло в огонь. И кто-то какую-то идею свою привносил. И получился такой достаточно целостный, сегодня разработанный уже хорошо подход. Теодор Сарбин – известный в социальной психологии ученый, который разработал теорию ролевого поведения человека. В 80-х годах он написал такую книгу, исследование, которое называлось «Нарративная психология. Легендарная природа человеческого поведения». Размышляя о том, что есть некие общие структуры, есть некие общие какие-то сценарные модели нашего поведения. То есть переходя от ролевых каких-то проявлений, что такое роль? Роль матери, роль отца, роль ребёнка, роль профессиональная какая-то роль. Все мы играем роли. Но между тем мы играем их по определённым сценарным каким-то кодам, по определённым структурам. И удивительно, когда он стал анализировать эти структуры, он понял, что всё-таки что-то есть общее в природе человеческого проявления и поведения. И мы как-то оцениваем, хорошо или плохо мы прожили жизнь, или проживаем нашу жизнь, соотнося наши проявления как некого такого перформанса, актёрства в своей личной истории с теми идеальными ролями, которые были заложены. Джером Бруннер, автор нарративной идеи, нарративной метафоры жизни. Здесь очень тоже интересная идея о том, что у каждого из нас есть представление о том, как мы должны прожить свою идеальную жизнь и какое значение, какой смысл жизни хотели бы представить миру. Ну, допустим, любовь больше, чем жизнь, и я живу ради любви. Или какая-то история такого, история одного открытия, что называется, что жизнь прожита зря, если я не сделал какого-то научного открытия. То есть в любом случае в каждом жизненном пути, в каждой жизненной истории заложен какой-то тайный, сакральный смысл, который становится метафорой жизни. И в тот момент, когда человек осознаёт эту свою метафору, он может сделать всё для того, чтобы она воплотилась, раскрылась, реализовалась. Психотерапевты Майкл Уайт и Дэвид Эпстон из Новой Зеландии, из Австралии. Это удивительные, хочется сказать, ребята, потому что они живут и в наше время, они живут и практикуют. Это очень интересные психотерапевты, которые разработали методологию того, как можно нарративный подход применять в работе психолога и психотерапевта. И основная их идея, кстати, они же и разработали тактику применения метафорических карт для рассказывания личной истории. Как взглянуть на свой нарратив со стороны? Как найти, может быть, альтернативу стратегии героя, альтернативную историю? Ну, есть очень много интересных подходов, о которых мы ещё, надеюсь, с вами поговорим, если у вас будут отклики и желание поговорить об этом. Ещё один из интересных теоретиков МакАдамс – это теория идентичности. Его идея заключается в том, что можно рассмотреть историю каждого человека как некую целостную жизненную историю, которую мы рассказываем миру. И одновременно рассказываем самого себе, упаковывая, осмысливая, перебирая как-то свой предыдущий опыт. И вот этот личный миф, немножко он такой иллюзорный, изменчивый, под влиянием тех обстоятельств жизни, которые у нас происходят. Это очень интересная идея. Нарратив рассматривается как некая целостность, как некая такая общая модель, в которой все звенья этой системы работают на какое-то понимание целостной структуры. Вот я здесь в этой презентации использовала какой-то шарик, круг, который связан какими-то невидимыми нитями. Действительно, в нарративе все элементы нарратива, они так как бы зашиты друг на друга, взаимосвязаны. Это первое, о чём хочется сказать, что у каждого нарратива есть своя вселенная, вселенная истории. Здесь есть понимание времени, пространства, населения, важных каких-то, скажем так, народностей, которые населяют эту вселенную. То есть важных людей, важных героев, которые важны при рассказывании этой истории. И обратите внимание, что не только главные действующие лица, но второстепенные персонажи, случайные персонажи, они тоже не выпадают из контекста истории, они становятся какими-то для конгруентности этой истории, для глубины этой истории. Их позиции очень важны. Как если бы мы рассказывали историю о каком-то событии, мы начинаем рассказывать кучу разных деталей, которые, казалось бы, может быть, не так важны. Но на самом деле они создают ситуацию правдоподобности. И понимание, где эта история произошла, как именно стала она возможна. Второй момент – это Библия персонажей. Что такое Библия персонажей? У каждого героя, у каждого персонажа есть обязательно свои характеристики. И они имеют какую-то, с одной стороны, противоречивую структуру. То есть мы, опять же, не верим тем героям, которые только позитивные, только добры, невинные, чистые и на благо человечества. Если нет какого-то такого более простого, какого-то жизненной какой-то характеристики, для нас этот персонаж тоже будет не очень глубоким, что ли, не очень трехмерным, многомерным. И понимание, что в каждой истории есть персонаж, который занимает свое место, свою роль, и без него эта история не может быть рассказана, это тоже очень важно. Ресурсы и стратегии героя. У каждого героя есть свой потенциал, свои, скажем так, коридор возможностей, и есть свои какие-то стратегии, которые этого героя характеризуют. Но если вспомнить Гарри Поттера, того персонажа, который известен всему миру, у него совершенно сразу, я назвала Гарри Поттер, и сразу мы видим, мы представляем себе его характеристики, и понимаем, что он может сделать, а что он не в состоянии сделать, какое, скажем так, ограничение его ресурсов. И в то же время, какие у нас есть заданности, что ли, этого героя. Структура – это некая композиция, которая держит повествование, это тоже признак нарратива. Дизайн, эстетика, цвета, ритм, цвет, интенсивность. И даже когда мы просто слушаем аудиокнижку, аудиосказку, или читаем какое-то произведение, какую-то просто книгу читаем, то перед нашим вздором буквально встают вот какие-то картины этого повествования. И некое такое, немножко даже трансовое какое-то состояние возникает, погружение в это пространство. Мы буквально видим, слышим, чувствуем себя как будто внутри этой истории. И это как раз, наверное, характеристики того, что история рассказана очень профессионально и по законам такой целостности, нарратива. Стиль коммуникации. Здесь очень важно, кто рассказывает, кому рассказывает. Но и также стиль коммуникации, она как бы зашита внутрь самого повествования, потому что для нас важно, на каком языке разговаривают герои, как они общаются между собой. Если мы прочитаем фрагмент произведения Толстого, то мы сразу поймем, в каком времени происходит действие и какой социальный статус этих героев, именно по стилю коммуникации. Конечно, важен символизм, без него тоже. История не будет многомерной, целостной. Это метафоры, какие-то мемы, какие-то неразрывные структуры, которые создают символику этого повествования. Ну и, наконец, послания. Послания в каждой истории – это всегда рассказ о том, какая главная цель, какое есть верование и какая есть стратегия решения проблемы. Допустим, если взять русскую сказку Емеля, Емелю на печи, по щучьему велению, то можно сказать, что метафора этого повествования – сиди на печи, дождешься, все само по себе произойдет. Чудеса случаются с теми, кто их умеет ждать. Ну вот, наверное, может быть, на простом примере я это показала. Нарративный подход в психологии – это очень интересный, такой структурный, содержательный какой-то анализ с тех историй, которые человек рассказывает о себе. Если кто знаком хорошо с работой психолога, либо с позиции клиента, либо с позиции терапевта, вы можете сказать, что действительно все, чем занимается психолог в индивидуальном консультировании – это слушание или воспроизведение каких-то историй, или прогнозирование каких-то событий, опять же, упакованные в виде истории. То есть мы постоянно опираемся, постоянно работаем с историями. И нарративный подход позволяет психологу помогать клиенту, помогать своему партнеру по коммуникации, помогать ему как-то сориентироваться в своей истории, найти еще новый ресурс в этой истории, найти более позитивную, альтернативную историю или возможную историю развития событий. Пересочинить эту историю, может быть, пересказать, вернуть себе авторство, быть в чем-то более свободном, распознать какую-то свою стратегию. То есть здесь идет как раз работа со структурой этой истории и вот с исследованием тех нарративных элементов, о которых я немножко раньше говорила. Фокус внимания на моделировании и открытии данных, а не на их описании. И это тоже метод интеллектуального анализа, который позволяет распаковку этой истории сделать и понять, как элементы связаны между собой и что человек делает, рассказывая эти истории. То есть можно сказать, что нарратив – это опыт, который наполненный смыслом. Он нелогичен, может быть, не так хорошо, четко сконструирован, как, ну, допустим, если мы смотрим какой-то фильм, то там очень все по структуре сделано или сериальная структура. А когда человек работает в процессе рассказывания своей личной истории или сочиняет эту историю, она такая, может быть, не совсем сконструирована, но тем не менее мы понимаем, что она как раз и рассказывает об особенностях мира человека, о его картине мира. И в первую очередь она говорит о том, как человек хранит свой индивидуальный опыт, что для него ценно, что для него важно. Много есть инструментов работы с нарративом в личной истории, и одна из них – это карта идентичности либо ландшафт жизненных смыслов. И первое, что можно так вот предложить, это использовать, когда вам рассказывает кто-то историю, сразу вы можете обрезлить. Это уровень рассказывания на уровне личных значений, когда человек всегда говорит, я сделал, я переживал, мне это очень важно. То есть это всегда на уровне какого-то саморассказывания, самоориентирования. Либо это уровень истории, когда человеку очень важны взаимоотношения. И тогда он будет рассказывать о том, как он взаимодействовал с другим, кто его обидел, или наоборот как-то очаровал. И здесь будет всегда речь идти о какой-то межличностной коммуникации. Либо эта история рассказывана в системе координат позиционных. То есть в этот момент человек будет говорить о том, что для него важно, где это происходило, в каких обстоятельствах, при каких ситуациях. он больше будет описывать мир вокруг, нежели какие-то свои ощущения. Ну и, наконец, еще один интересный такой вот уровень рассказывания истории, идеологический уровень. И здесь, в этом уровне, для того, чтобы, наверное, понять, вот здесь у меня на слайде об этом говорится, советские письма и дневники, они удивительным образом, люди рассказывали о своих чувствах на уровне каких-то единых идеологий, единых смыслов, говорили о торжестве коммунизма, о каких-то таких вот посланиях на уровне социально значимых посланий. И вернемся, если к личному бренду, обратите внимание на то, как сегодня, ну вот, наверное, буквально по пунктам поднимаются вот эти вот продвигающие истории, как они становятся более личного уровня, потому что здесь меньше стереотипов, больше свободы, больше свободы самопроявления. И, ну, удивительно, как сегодня это отражает то, куда движется вообще цивилизация и как мы сегодня управляем информацией. Инструменты стори-теллинга в работе практического психолога, в работе с группами, в ситуации личностного роста. И это наш авторский тренинг, который разработала я вместе с моим коллегой, с Алисой Халфеевой. И мы действительно попробовали интересным образом замиксовать подходы драматургии и подходы кинематографические, даже кинодраматургические подходы. То есть это уже не совсем нарративные практики. Это возможность, если в работе нарративного психолога там все-таки работа больше с письменной речью, с написанием каких-то историй, то здесь мы больше, наверное, к визуальным образом обращаемся и предлагаем представить себе историю, личную, жизненную историю, как структуру некого сериала, где есть разные серии, законченные, с определенной целью, с какими-то значениями, с какими-то персонажами. И я думаю, что современному человеку это, наверное, более просто представить, потому что у нас такой аудиовизуальный канал восприятия наиболее сейчас активный. Стори-теллинг, чем отличается от нарратива? В стори-теллинге очень важны вот следующие элементы, как некие биты, что ли, создания упаковки истории. Стори-теллинг – это всегда продуманно осознанный, созданный рассказ, который создается по определенным канонам. Если нарративом можно считать такую спонтанно созданную историю или какую-то историю личную, жизни, то стори-теллинг – это как раз технология упаковки этой истории для какой-то аудитории. То есть то, когда мы эту историю создаем, трансформируя уже под то, кто нас будет слушать. И вот здесь важно, когда мы разрабатываем какой-то подход в стиле стори-теллинга, вот можно сказать, что это буквально ходы, пункты того, как мы создаем. Первое, кто герой, мы определяемся, о ком будет идти повествование. И если это история какого-то личного продвижения, то мы будем думать о том, каким я хочу предстать миру. Второе, жажда или какая-то актуальная потребность. И мы здесь тоже будем думать о том, о чем мы можем рассказать этому миру, каким мы можем предстать перед другими, в чем признаться буквально, чего мы хотим и что мы умеем добиваться в этой жизни. Третье, это зов. И это, может быть, история рассказана о том, что мне было некомфортно и что я хотел изменить в себе. Но очень заходят сейчас истории, когда люди говорят о том, что столкнулись с какой-то сложной проблемой, может быть, это какое-то заболевание сложное, или это просто лишний вес, или это ситуация развода, разрыва отношений. И люди рассказывают о том, как они преодолели какую-то сложную историю. И это действительно набирает большое количество и просмотров, и какого-то участия. То есть, когда человек показывает, как он преодолел какие-то сложности жизненные. Четвертое, это модель адаптации. И то, как мы рассказываем о том, как смогли преодолеть эту историю, и какие мы нашли здесь новые стратегии совладания. Пятое, это обретение. И здесь очень важно, когда мы создаем в таком стиле историю, очень важно подвести итог и сказать о том, что мы обрели в конце пути, и что в процессе, может быть, пути, чему научились. И здесь получается, ну, это очень важно для аудитории, знать, чему же я могу научиться, слушая твою историю. Шестой пункт, он очень такой откровенный и важный, и думаю, что, ну, это очень конгруентно и полезно аудитории, знать, какая цена вопроса. Если мы создаем какую-то обучающую, допустим, не знаю, обучающий курс, то мы обязательно говорим о том, сколько стоит он, или в любом случае это тоже какая-то договоренность, какая-то откровенность здесь возможна, когда мы говорим о том, какая цена. Но, наверное, вопрос не просто в цене, а в том, что человек теряет, когда он находит что-то. И здесь, если мы со зрителем, с читателем, мы тоже показываем ему, что же было утрачено, даже в ситуации такого ошеломительного успеха, есть какие-то определенные утраты. Ну, почему-то сейчас вспомнилась история Шерлока Холмса, и когда он стал таким известным расследователем преступлений, он ведь утратил какой-то элемент закрытости частной жизни, и то, почему он, наверное, так скучал, и когда он уединялся и играл на своей скрипке, он, наверное, оплакивал ту цену, которую он заплатил за демонстрацию своего детективного метода. И, наконец, последняя позиция, «Идеальный мир». Я говорила вам о том, что Джон Кэмпбелл разработал вот этот вот пошаговый сценарий «Путь героя», и одно из финальных таких испытаний – это возвращение в свой мир, в свой привычный мир после путешествия. Удивительно, что, если вспомнить историю Одиссея, он вернулся к себе, в свой дом, но уже с тем багажом понимания и навыков, он, возвращаясь в этот дом, он как будто бы не находит его, ему сложно оказаться вот в таких, в таком маленьком мире. И получается, что каждый герой, становясь другим, обретая какие-то новые возможности, может потерять что-то ценное из того изначального мира, который, в общем-то, его и создавал. Наверное, эта история понятна каждому из нас, когда мы уходим из родительского дома, строим свою жизнь, свою судьбу. Очень важно все-таки не утратить отношения с родителями и не потерять то любовь и то тепло родительского дома, которое, на самом деле, вдохновляет нас очень. И здесь вот мне хочется эту цитату вспомнить. Что-то изменилось, стало лучше или хуже, если что-то изменилось, это уже хорошо. Это цитата из Дня Сурка. Наверное, каждый историотеллинг меняет нашу жизнь. Та история, которая рассказана нам и вдохновила нас на что-то, сделала нас уже немножечко другими. В Турителлинге очень важно, как мы рассказываем о себе и миру. И мы становимся неким аватаром своей вселенной. конечно же, это не совсем те, какие мы по своей природе. Я рассказывающая, это немножечко уже другое. И вот здесь, на этом слайде, сама актриса, ее аватар, они и отличаются друг от друга, но в то же время они незримо все-таки друг друга отражают. Метафорический герой ключевая персона наших личных историй, нашего личного нарратива. Это метафорический герой, который буквально обладает уникальными возможностями путешествия по времени. И если вы рассказываете о себе, каждый из нас рассказывает о себе, друзьям, коллегам, кому-то близкому или далекому, мы рассказываем не совсем о том, кто я сейчас. Мы как будто бы немножечко рассказываем о том, кто я был раньше или кем я хочу быть в дальнейшем. Это какой-то некий действительно метафорический персонаж, который получает доступ к управлению времени. Когда мы рассказываем, пусть это в формате личного бренда или в формате какого-то истории, который хочется рассказать другим, мы всегда в любом случае создаем некую библию персонажа, то есть такого героя, который будет узнаваем. И здесь важно понимать, что это всегда как-то это у нас создается автоматически, но когда мы создаем стори-теллинг уже продуманный, то мы на эти пункты обязательно опираемся на кого похож герой, что он умеет, чем он влечен, какие у него способности или суперспособности, какие у него стратегии или как он выживает и адаптируется к этой реальности. Метафорический герой это не просто путешественник во времени, это такой трансформирующийся, меняющийся персонаж. И от того, каким мы себе его представляем, зависит то, как мы и будем жить в дальнейшем свою жизнь. И вот, наверное, идея нашего тренинга, нашего авторского подхода как раз заключается в исследовании нашего метафорического героя, его стратегии адаптации, его суперспособностях и знакомства я рассказывающего с тем я, о котором рассказывают, бывают действительно каким-то удивительным местом встречи, вот, и в этот момент мы получаем какие-то дополнительные ресурсы, дополнительные возможности. Вопросы к истории, их тоже может быть очень много, и во время тренинговых встреч, во время групповой динамики мы обязательно встречаемся с этими вопросами, обсуждаем их, и это бывает очень интересно, понаблюдать, как мы понимаем, кто наш друг в нашей личной истории, а кто антагонист мой, кто на самом деле герой, я ли сам герой в своей судьбе, в своей истории, и когда мы говорим о том, что герой это тот человек, который принимает решения, в руках которых, которого принятие решения, многие говорят, значит, в этой ситуации не я был герой, а моя мама, или там тот любимый, который не выбрал меня, и в такой момент возвращение авторства, это как раз возвращение ситуации, позиции героя, самому себе, своему метафорическому герою. В документалистике, в кинематографии есть понятие приквел, сиквел, и интересно, что приквел это история, которая предшествовала рассказу, да, тому, который мы видим, а сиквел это уже его продолжение, и удивительно, что на наших тренинговых встречах мы обычно проговариваем идею того, как бы я создал какой-то сиквел, какое-то разветвление этой истории, и здесь очень важно бывает понять структуру, такую базовую структуру своего сюжета, для того, чтобы придумать, а как дальше я могу ее двигать, что является движущими какими-то такими механизмами моей истории, какие у меня есть уже стереотипные образы, на что я могу опираться, и что я могу еще дальше развивать в своей истории. Мы также обсуждаем разные сюжетные, сценарные матрицы, которые уже известны и описаны в драматургическом подходе, но назову даже, и вам станет понятно, из грязи в князе это постепенное улучшение ситуации, когда на самом деле идет такая трансформация снизу вверх, когда идет улучшение каких-то жизненных позиций, наоборот, из князя в грязи, когда человек буквально, я не знаю, имеет наследство, имеет богатый, очень поддерживающий какой-то капитал, любой человеческий капитал в виде способностей, и он его не реализует или его как-то растрачивает, это некое лишение позиций, падение от более каких-то позитивных ситуаций, то есть разрушение какое-то фактически, но и в той, и в другой истории может быть очень сильный движок, очень сильный механизм подъема. Одна из сюжетных позиций Икар, это когда кто-то, причем в легенде Икара, его отец создал удивительный вот этот механизм крылья, и фактически не зная как он работает, Икар поднялся высоко в небо, но не смог удержаться, это взлет и падение может быть не на своем даже ресурсе. Еще одна сценарная модель, которая хорошо известна, Золушка, Золушка это некий взлет, на самом деле изначально ведь Золушка жила в очень благополучном, красивом, любящем мире, а потом утратила все и стала уже опираясь на свои возможности, ну, суперспособности трудиться, быть ласковой, быть какой-то внимательной, она благодаря этому получила какой-то новый шанс перерождения. И вот здесь таких описаний, таких каких-то сценарных моделей очень много, и мы обычно обсуждаем это и как-то ищем свой, то, что откликается самому себе, как мы создаем сценарий своей судьбы. И приглашаем всех на наше обучение, которое будет организовано для психологов в качестве дополнительного образования, и желаем вам, каждому из вас, счастливого путешествия в мире истории. До новых встреч!